Друзья, доброе утро! Мы не особо это планировали, но вчера ночью мы оказались в Мозамбике, в его столице, город Мапуту. Здесь очень сильно португальское влияние, все говорят на португальском, но люди пока что из того, с кем я общался, мне нравятся. Правда, все как один говорят, что прямо менты какие-то прям вообще лютые, прямо ух, я не знаю, конечно, очень много португальцев тут, в том числе владелец отеля, мы вчера с ним общались. Может быть, конечно, так на португальцев это влияет, я не знаю, но факт остается фактом. Сейчас мы чуть-чуть прокатимся по городу, по столице, по Мапуту и потом поедем на пляж, покажем вам мозамбикские пляжи. Субтитры сделал DimaTorzok Вот мы приехали в отельчик на пляж. У Леши здесь был забронирован номер. Значит, мы заселились. Вот здесь река Лимпопо течет. Вот здесь вот в 100 метрах уже слышен океан, как он гремит. Вообще, Мозамбик относительно недорогая страна, но отели здесь дорогие. Более-менее нормальный отель начинается где-то вот с 70 долларов. Это будет прям вот нижняя граница более-менее нормальных отелей. Дальше, соответственно, выше. Вот к нашему номеру надо пройти через такие заросли от ресепшена. Прямо по песку. Выходим прямо к океану. Океан, полиция, собака. Здесь еще какой-то ресторанчик, который не работает. И за ним наш домик. И вот наш домик прямо в 30 метрах от океана, от индийского. С окнами на океан. Море немножко волнуется, но можно купаться. Вот так начинается утро в Мозамбике. Райское местечко. Но воды нет. Буду умываться на берегу океана. Вообще очень круто просыпаться на берегу океана от шумоприбоя. Wi-Fi нет. Воды нет. Электричество от генераторов работает непостоянно. На самом деле мне нравится здесь. Но конкретно вот в этом месте может быть слишком дико. Ну в плане слишком уединенное. Я люблю больше, когда больше движуха короче. А так в принципе мне Мозамбик нравится. Брилет. ไม ayudает этим давать. Чтобы вода была. Игорь, он!.. Игорь. Наверное, Еще одна причина, по которой я приехал в Мозамбик, конкретно в Мапуту, мне сюда должны прийти документы, документы на машину, которые кое-кто случайно увез, сейчас я получаю. Мне их выслали UPS из России, сейчас я в терминале в грузовом нахожусь, пойду их получать. Супер, молодцы, красавчики, все документы у меня, теперь можно спокойно ехать, это корне де пассаж, он типа разрешение на ввоз автомобиля в страну, временное разрешение на ввоз, без него нельзя пересекать границы, я въехал в Намибию без него, потом мы с Игорем также въехали в ЮАР без него, потом мы ездили в Лесота и выезжали из Лесота, снова въезжали в ЮАР без него, потом мы ездили в Суазиленд и выезжали из Суазиленда, тоже без него. Но, скажу честно, последние два раза меня о нем спрашивали, и они говорили, где твое корне? Я говорил, мне не надо. Анди, как это не надо? Всем надо и тебе надо. Я сказал, ничего не знаю, мне не надо, смотрите, у меня в паспорте уже 25 виз, я уже туда-сюда езжу, нигде не спрашивают, что вы с меня спрашиваете. В общем, заболтал их, но такое пройдет далеко не везде, и это больше на удачу. Я люблю, когда у тебя есть уверенность стопроцентная. Точнее, она и так есть, просто если нет корне, то это может стоить каких-то определенных денег, а с корне это можно делать бесплатно и очень быстро и легально. Вот, так что теперь у меня есть корне, теперь у меня есть все страховки на машину, теперь у меня есть доверенности на машину, которых у меня тоже раньше не было. В общем, хайфуем. Мозамбик приятно удивил ценами на заправку. Стоит 56 метиша, я все время забываю, как эти деньги называются, метикаш. 56 метикаш, курс 1 доллар, примерно 65. То есть, ну где-то 0,8, 0,8 доллара. Заправка тоталь, он моет стекла, все как полагается. Шикарно, гуляем. Итак, друзья, что мы знаем про Мозамбик? Одна из беднейших стран Африки. Хорошие дороги, неплохие пляжи, абсолютно не испорченные туризмом люди. К сожалению, здесь не так много вещей, которые можно было бы посмотреть, потому что эта страна не сильно развита с точки зрения туризма. Но мне реально не хватило Мозамбика. Я бы с удовольствием сюда вернулся. Читал на форумах, что здесь ужасные полицейские, что они прямо огонь какие злые, вымогатели и все такое. Но, видимо, мой опыт сравнивает этих полицейских с полицейскими Западной Африки. Я вам скажу так, что полицейские здесь душки. Они прекрасно идут на контакт, прекрасно торгуются, прекрасно понимают, если ты им что-то рассказываешь. Многие из них говорят по-английски, и это упрощает коммуникацию. Кажется, и это упрощает коммуникацию. Пойдем. Идем. Я уехал от России. Мы хотим плачу от Пабинана? Да. Я уехал от России. Кажется, это очень много. И ты – первая полицейская, которая у меня останется. Ты первый. Счастливо. Спасибо. До свидания. Я верну правую. И ноги крошут. И с左. И с左. Не продолжай. И с左. 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 Спасибо. И с左. 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 Начинаем принимать поздравления Наш дастер пробежал 40 тысяч километров Представляете, за какие-то 3-4 месяца Хода Он прошел 40 тысяч километров Конечно, сейчас кто-то из вас напишет, что Вот, я там проезжаю больше А вот там они проезжают больше Это не рекорд Я не говорю, что это рекорд Просто вы должны понимать наш режим Наш график И Также понять, что только, наверное, последние 2005-2007 Мы ехали по хорошей дороге С средней скоростью 100 км в час А до этого мы ехали по фиговым дорогам Или их отсутствию полному В общем Дастер красавчик 40 тысяч километров Офигеть, мы прошли 40 тысяч Нахожусь в столице Созелэнда Город Мбабаны Посмотрите на этот город Ну разве Разве это Африка? Это не Африка Это какая-то Южная Европа Отмечаем 40 тысяч Дастер заказал себе Салатик греческий Бургер Сок Единственный минус практически во всей Африке Заказываешь сок Приносят вот такие соки Единственное, в Мозамбике свежевыжатые соки приносят Они нам реально очень вкусные Приятного аппетита Во всей Африке есть большая проблема с пидом Вот здесь вот видите Изделие же предприятие По некоторым данным Зараженность До 40% Зараженность с пидом Созелэнд Еще одно маленькое государство на нашем пути Мы его проехали Конечно сложно составить впечатление о государстве Всего лишь за 100 километров Точнее даже за 150 километров Проехав по дорогам общего пользования И 3 часа вождения Но тем не менее Мне с Вазелэнд очень понравился Маленькая цивильная страна Окруженная ЮАР Граничащая чуть-чуть с Мозамбиком Самая широкая его часть 150 километров Которую я и пересек С юга-востока На северо-запад И сейчас я еду уже в ЮАР В Йоханнесбург И на этом Наше путешествие по Южной Африке закончится Но начнется самое интересное Не переключайтесь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok